всем привет ну и как я уже обещал я обещал сделать если тема пойдет маленький примерчик https сервера то есть защищенного то есть сервера с использованием защищенной передачи данных в частности это ssl библиотека и короче весь трафик шифруется обычный http отличается от https тем что в http запросы идут в таком виде в котором они идут они не шифруются и это все легко можно перехватить сниферами всякими то есть это программы которые отслеживают трафик сети а вот https соединение обычно данные все зашифрованы так вот будет два видео они выйдут в течение дня после этого видео я их опубликую но в описании к этому видео будут ссылки на те два видео короче вот так сервер есть он готов сервер запущен есть исходный код я еще говорил я клиент сделаю но клиенты делать не буду у меня нет времени поэтому не все выполнил что обещал но тем не менее проблемы с написанием клиента не должно быть у меня вот здесь в начале есть ссылочка этой ссылкой этим как говорится туториалом я пользовался при написании https сервера там точно так же и про клиент написано единственное отличие то есть практически все шаги одинаковы но единственное единственное сейчас 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 вместо вот этого метода надо вызвать клиент метод но если на стороне клиента потому что был завтык даже не завтык обычный копипаст у меня ну когда я там для для своих целей делал тестировал то я с копипаст его это меня клиент не работал не запускался а потом я присмотрелся внимательно а надо на клиенте вызывать не сервер метод а клиент метод то есть это из библиотеки open ssl это функция короче open ssl на так вот вот сам сервер он небольшой то есть по факту здесь он 325 строчек кода он самый простой и вот и вот что что есть при обычном запросе но нужно написать полную ссылочку https две точки два слыша в . себе просто . ком и мы получаем вот такую html страничку то есть это у нас то что меня на блоге до список вид всех видеороликов по темам и дальше можно еще вот поставить слэш и написать вот такое how many requests were from beginning и сервера сервер у меня стартанул 27 числа но не в 6 утра он там время без плюс 3 у нас частовой пояс плюс 3 у меня получается на нашем по нашему времени это было 9 часов то есть сервер запущен на виртуальной машине на амазоне был куплен доменное имя было куплено вот такое себе и просто . ком ну короче об этом в двух частях в первой части у меня будет создание этого сервера во второй части как я заливал на amazon и также это все вот лежит эту всякие ссылки то есть в моем видео я там что-то рассказываю и вложу вот сюда как и генерил сертификат ссылки там на туториалы там для amazon а ну то есть виртуальную машину можно и на google там сервисах поднять мне надо было поработать немного с амазоном соответственно я это уже делал на амазоне дальше как я подключался к удаленному серверу как и копировал туда файлы как запускал фоновом режиме но это все в видео есть поэтому если вам интересно не поленитесь и посмотрите все так же это все будет не будет а уже доступно нам гитхабе на гитхабе в репозитории си пипи и вот здесь в папочке от херс азерс и есть вот http с клиент сервера но клиента нет извините не получилось может быть когда-нибудь если вдруг так получится то надо закину сюда клиента но смысла не вижу по поводу вообще самой темы один подписчик написал тема довольно таки интересно и обширно я согласен много чего можно сделать по поводу ну если меня будет время я возможно будут продолжать в этой области что-то делать по поводу целесообразности написания серверной части на сипе плюс плюсе или на языке си на самом деле если вам нужно только для вас к примеру этого сдача на даче в этом на arduino или на разбор или на чем-нибудь или просто на маленьком на небольшом компьютере там нетбуке поднимаете такой сервер у вас есть внешний api вы хотите там управлять дачи или умным домом то ничего сложного это не так долго пишется то есть вы описываете свои основные запросы которые вам надо отвечаете на них выводить этом состоянии может быть датчиков каких-то или еще чего-нибудь то вполне себе возможно почему бы нет это написать на си или си плюс плюсе для серьезных вещей для серверов у которых могут быть тысячи запросов грубо говоря одновременно то разработка сервера на си или си плюс плюсе это очень дорогое и длительное удовольствие потому что нужно обрабатывать все сообщения отвечать не виснуть не тупить кроме всего прочего нужно иметь защиту от ddos а так и т.д. и т.п. расширяемость а что такое расширяемость это когда запрос идет к одному серверу а он уже если он загружен перераспределяет эти запросы по другим серверам то есть это расширяемость да это такие модное название облачные технологии там и все такое так вот соответственно может быть связка там десяти еще виртуальных машин или не виртуальных между которыми распределяется вся нагрузка то это довольно таки сложное занятие если писать все на си плюс плюс или си для этого есть готовое решение о дотнет то есть microsoft предоставляет такие решения да они потяжелее да они нужно компьютеры помощнее но там все есть и гораздо дешевле арендовать или купить сервер с хорошими мощностями чем разрабатывать это на си плюс плюс потому что это может быть на порядок дешевле когда имеет смысл если это не для себя описать сервер на си или си плюс плюс и когда у вас есть какое-то готовое решение пусть даже для тех же умных домов которые вы хотите продавать то для того чтобы не тулить к примеру разбери а если это простое какое-то решение которое будет следить и управлять но там не знаю 10 может быть 20 датчиков то на ардуине в принципе можно это поднять и и если это решение для заказчик до заказчиком есть владелец к примеру дома этого или дачи соответственно максимум на этот сервер может подключиться он члены там семьи то есть живущий но это не будет не будет тысячи запросов в минуту соответственно соответственно на здесь можно сэкономить на оборудовании разработать этот простенький сервер в котором не будет защиты от ddos а так потому что не нужно не будет того не будет сего то есть не будет ничего лишнего то есть идеология или как бы это сказать языка си плюс плюс вы платите только за то что используете то есть ничего лишнего лишних объектов не будет вы напишите только то что нужно соответственно требования к аппаратной части будут низкие и и и и то есть я не говорю что это быстро можно написать все зависит от требований но но вполне ну почему бы и нет тем более это будет маленький немощный такой даже компьютером назвать сложно это просто такая платка arduino соответственно если у вас есть вы прикинули и вы к примеру сможете продать продать свое решение там как минимум к примеру 100 клиентам а дальше по нарастающей то конечно же смысл есть написать это носились и плюс плюс и сэкономив на оборудовании а сэкономив на оборудовании вы уменьшаете стоимость коробочного решения и без проблем все это пишите конечно же на arduino вы не поднимите а dotnet сервер потому что он тяжелый он большой он туда наверное не влезет хотя я не знаю может быть есть и решение такими не решение но я сомневаюсь тогда вам нужно покупать разбори а разбори на порядок дешевле чем та же arduino но это так это мои мысли я могу где-то ошибаться могу где-то там заблуждаться поэтому не надо ругаться если и писать что этом обманываю я не обманываю я высказываю свои мысли и мнения вот ну и какой еще смысл писать свои сервера ну да если вы пишете что-то уникальное или вы или ваша компания и увеличивая мощность серверов все равно как бы ну скажем так можно поставить супер крутой сервер поднять все на dotnet и и и и и и к примеру переписать все на c++ и конечно же мощности будут высокие выше чем если использовать готовое решение от microsoft и возможно вы хотите или ваша компания добиться там уникальности да к примеру что там в книге рекордов зайти что вот сервер одновременно там минуту обрабатывает миллион запросов конечно же да тогда 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 надо описать наверное это вот носи или c++ но разработка очень дорогая и очень длительная вот но об этом я уже говорил ну и можно еще это все понаписывать чтобы разобраться как это все работает также можно посоздавать какие-то свои решения к примеру у меня вот сейчас так где она у меня открывается этот файлик загружая за память и по каждому запросу я его отправляю отправляю вот эту вот страничку да смотрите как можно это оптимизировать можно тут тут поле для фантазии очень широкая можно если ваш клиент это использует какой-то веб-браузер веб-кит то есть это не обычный браузер а ваш собственный в котором в который встроен браузер то к примеру можно загружая файл на стороне сервера проверить его но когда он последний раз модифицировался то есть эту дату и время можно перевести в число она обычно в чем большом числе и хранится так вот клиент делает запрос верни мне версию вы возвращаете ему это большое число он смотрит у себя совпадает ли его версия с версией на сервере если совпадают то зачем делать запрос чтобы сервер возвращал вот эту вот страничку или еще какие-то данные можно это не делать а хранить у себя в кэше до клиент на диске храните себе эти данные соответственно только вы изменили ручками полезли к примеру изменили вот этот файлик но в данном случае к примеру я бы добавил ссылку какую-то и перезапустил бы сервер или даже без перезапуска можно было бы здесь раз в минуту или раз в проверять версию вот этого файла так вот следующий раз клиент опять обновляет да там страничку он идет запрос и ему уже приходит совсем другая дата совсем другое число значит клиент знаю что данные по этому файлу изменились и тогда он запрашивает ее полную версию и возвращается вот таким образом экономится и трафик ну и мощности сервера то есть он ему не надо каждый раз отправлять всю страничку целиком а только по запросам то есть поле здесь очень широкое можно можно здесь абсолютно много там задач придумать разных решений на одну и ту же задачу то есть хеширование там киширование и все такое и все кроме того часто применяются помимо ssl то есть https то есть защищенного соединения еще перекрестное шифрование то есть еще могут приходить какие-то ключи то есть помимо того что сам трафик зашифрован еще в том зашифрованном трафике то есть он шифруется одними ключами ssl а данные там зашифрованы еще другими ключами эти ключи приходят от клиентов дальше дальше у меня здесь этот сервер чтоб он получается он обрабатывает обычный типа get запросы но это если браузер приходит можно написать своего клиента который не будет слать get запросы и примеру клиент обычный он не get запрос а зачем ему слать get запрос потому что для get запрос это пришел get нам надо ответить если мы обработали что ok раз отправить данные и следующем отправлять уже нужные данные но в зависимости от запроса для клиента не браузера это все можно упростить можно получить какие-то данные то есть прочитать их в этих данных понять что это клиент и а клиент сразу своем запросе шлет что ему надо и можно сэкономить к примеру на отправки вот этого сообщения типа что все окей клиент получает что все окей потом он ждет что следы следом придет какие-то данные какой-то длины и надо вычитать ну короче я думаю вы идеи поняли ну целом все то есть смотрите переходите по ссылкам если вы сразу после выхода этого видео не перейдете по ссылкам то ролики все равно будут опубликованы в течение там дня потому что как показала практика у меня были видео где делал такой обзор того что сделано и внизу в описании ролика были ссылки на эти видео но они были доступны только по ссылкам и чё-то люди не особо на них смотрели когда же я делал открытыми то есть публиковал то тогда смотрю больше людей их смотрит соответственно в этот раз я поступлю также под этим видео будет ссылки на эти части две части то есть http сервер там за час и как я заливал это на amazon и чё я там делал и и и и кроме всего этого выйдут выйдут ролики в течение дня поэтому всем спасибо за внимание кстати да кстати говорю сразу я не специалист в этом всем плане ssl шифрования и всего такого то есть мне приходилось по своей работе сталкиваться я сталкивался знакомился там дальше мы принимали решение использовать то есть в данном случае мы приняли решение на c++ сервер не пилить это дорого и долго даже тут больше упирается в то что это долго за тот срок который есть мы не сделаем полноценный расширяемый https сервер в котором будет и базы данных которые можно будет расширять можно будет перенаправлять на другие сервера то есть это долго долго за треть времени написать к примеру там берем сто процентов сколько нужно для того чтобы написать сервер то я думаю 10 процентов из этого времени займет просто взять готовое решение а дотнет и это все поднять ну короче где-то так может не так выразил так вот я не специалист поэтому если где-то в своих видео что-то я сказал не так и это я не обманываю и не ввожу в заблуждение значит я неверно подаю информацию и специалисты пожалуйста прокомментируйте либо перенаправьте с ссылками на правильную на ваш взгляд информацию если она будет правильная я эту информацию добавлю в описании к ролику если это действительно хорошая ссылка все конкретно расписано что почему и как без проблем в этом проблемы нету чтобы я добавил эти ссылки ну теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока